Мэнчики и вумчики, безусловно, приветствую! Вчера один из моих подписчиков задал мне вопрос, по-моему, интересный вопрос. Говорит, Донати, что ты почувствовал, когда перешел Samsung Galaxy S9 Plus на Meizu 16? Ведь в ценовом диапазоне, в цене, да, в разнице между этими телефонами просто пропасть. Ведь даже сейчас Samsung Galaxy S9 Plus стоит около 55 тысяч рублей, в то время как Meizu 16, 15, 17. Я задумался и действительно, а было бы полезно вообще сообщить людям, что человек почувствует, когда перейдет с флагмана, дорогущего просто А-бренда типа того. Вот этот телефон стоит 17 тысяч рублей. Что мы получаем за 17 тысяч рублей? Мы получаем очень качественный AMOLED дисплей и как прилагающее Always On Display. Мы получаем отличную фото и видеокамеры. То есть фото и видеокамеры здесь полностью сопоставимы с Samsung Galaxy S8 Plus, который и сейчас стоит 40 тысяч рублей. К дисплею и фото и видеокамерам никаких нареканий не может в принципе быть, потому что мы получаем такие же дисплеи, фото и видеокамеры, как типа у А-бренда на их флагмане прошлом, который стоит намного дороже этого телефона. Далее, самое интересное, мы получаем сканер отпечатка пальцев в экране. То есть новая технология абсолютно, допустим, на S9 Plus даже, на флагмане Samsung, да, на X-флагмане. Такой нет функции. Здесь она есть и это очень-очень сильно радует. Далее, что касается дизайна, мы получаем супер маленькие рамки вверху и внизу. Они меньше, чем у Samsung S9 Plus и более того, они симметричны, то есть одного размера. Мы получаем оригинальное расположение камер, оригинальное расположение вообще всего кнопок. То есть мы не увидим здесь закоса каких-то монобровей, камеры вот здесь вот, как мы привыкли, когда пошло все с iPhone X. Мы не увидим закос ни под что. Мы получаем процессор, который выполняет абсолютно практически, наверное, любые задачи. То есть у меня есть тест игровой, вы можете посмотреть у меня на канале. И он играет в очень требовательные игры, телефон без всяких лагов. Ну что еще, как говорится, надо. Да, опять же, мы получаем USB Type-C. И вообще много еще чего получаем. Это просто вот флагман, да, взять Meizu. Это флагман, это по сути субфлагман. Но он флагманский просто телефон, у него все от флагмана. Звук, кстати, тут говоря, из динамиков просто вот такой вот в наушниках такой же. Ничуть не хуже, чем у S8 Plus. То есть вот такие вот факты заставили меня купить этот телефон и посмотреть, что будет, если я попробую перейти с S9 плюс флагмана за 70 тысяч на флагмана за 15-17 тысяч. Да, опять же, здесь металлический корпус. Не пластмасса, не какой-то пластик, что-то еще. Тут металл. И он реально холодный. Это чувствуется, что это металл. Очень приятный корпус. Что же я почувствовал, перейдя с флагмана за 70 тысяч на флагман за 17 тысяч рублей? А почувствовал я то, что я взял в руку более удобное устройство, которое не пытается выпасть у меня с руки. Которое не пытается сломать мое ребро, когда оно находится в моем кармане. Я почувствовал обладание абсолютно новыми технологиями. То чувство, когда ты можешь приложить палец сюда, и он тебя разблокирует. В экране, да, то есть смотря в экран, я не почувствовал никаких перемен. Хоть и OS 9 Plus рамки покатые, тут нет. Но все равно я не почувствовал разницу. Тут все тот же Always on Display. Поэтому все то же самое, опять же, в этом пункте. В процессоре я не почувствовал никаких изменений. Я выполняю все те же задачи. Смотрю YouTube, играю в игры. Вконтакте там, браузер, вот это вот все. YouTube, видео даже выкладывал с него. Ну все тут замечательно. Опять никаких не почувствовал разницу. Так далее, тут USB Type-C, как я и сказал уже ранее. Поэтому, соответственно, тоже разницы не было. Далее, камера, фото и видео. Опять же, никакого ущерба я не почувствовал. И тут, внимание, просто телефон, который стоит, ну я купил за 15, на Алиэкспресс 17. Вы покупаете и не видите никакую практически, да, разницу между S9 Plus и вот этим вот телефоном Samsung, якобы король андроидов, а бренд. Но вот покупая вот этот телефон, это не реклама. Опять же, мы за мне ничего не платили. Мое мнение абсолютно объективно. Просто вот как есть, так и говорю. Вы можете покупать этот телефон спокойно и не париться, что у вас нет денег на S9 Plus, потому что вы получите практически то же самое. Что будет отличать S9 Plus от этого телефона? Так это оболочка, прошивка. То, что он длинный, он лопата, он очень тяжелый. И вы спросите, донате, а стоит ли переплачивать, там, покупаясь за 55 телефон, который сейчас стоит 55-60, отдавая предпочтение ему, а не телефону за 15 по акции за 17 на Алиэкспресс. А я скажу, ни хрена подобного. Я бы купил этот телефон еще 15 раз подряд, потому что он реально очень сильно меня удивил. Вопрос, почувствовал ли ты какой-то ущерб? Я скажу, нет, я почувствовал достоинство, преимущество. Компактный корпус, это в 2К19 очень редкое явление. Никаких ощутимых разниц. Я думаю, что я ответил на этот вопрос. Выводы вы можете делать абсолютно сами. Если вам нравится Meizu так же, как нравится мне, то поставьте под этим видео лайк, поддержите данный видеоролик. Подпишитесь на канал, чтобы не пропускать новые видеоролики. Напишите в комментариях свое мнение. Ну, а мы с вами, мэнчики и вумчики, как всегда будем оставаться, безусловно, на связи.